Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами снова интернет-магазин NTLive.com.ua Сегодня хочу представить вам очень интересную модель под названием PULLET F13 Это первая модель данного бренда в моих руках Раньше с продукцией данного бренда мы не встречались Поэтому очень интересно было посмотреть на эту модель Еще раз повторюсь, модель называется PULLET F13 Как вы можете уже видеть Она поставляется в максимальной версии То есть 2 гигабайта оперативной, 32 гигабайта встроенной Вот такие вот надписи, наклеечки от официального производителя В такой коробке поставляется данная модель Выглядит вот она вот так Посмотрим ее чуть позже Стандартно посмотрим комплектацию Комплектация у нас неплохая Итак, у нас есть оригинальная пленка Одна пленочка уже стоит на экране У нас есть оригинальный чехол-книжка Клеящийся на корпус телефона Гарнитура Официальный талон от производителя USB кабель для подключения к компьютеру Поставляется зарядка, переходничок И аккумуляторы у нас на 2500 мАч Сразу скажу, что аккумуляторы несколько неправдоподобно работают По своим заявленным данным Почему и как, в связи с чем я так говорю Объясню чуточку позже А сейчас перейдем к нашему смартфону Пулит F13 имеет очень такой тоненький корпус Не толстый он Очень интересный дизайн Все компактно Нет огромных рамок вокруг дисплея А поэтому очень такой, я бы сказал, достойный дизайн Ну, кто-то может сказать, что похож на Samsung S4 Отчасти может быть Так, смотрим на корпус Корпус у нас без каких-либо щелей Без люфтов Крышечка закрыта плотно Все сидит отлично Модель Когда вот на перегиб Вот я только что первый раз делал Был такой маленький скрип В принципе, есть и сейчас Ну, он очень незначителен То есть, ну, он есть, но он незначителен Итак, спереди у нас располагается Механическая кнопка Кнопочка назад Они подсвечиваются, обращая ваше внимание И меню Также у нас есть 5-мегапиксельная камера Динамик Датчик освещенности Датчик приближения Тут у нас располагается качелька громкости Сверху разъем под наушники Стандартный 3,5 мм Здесь с этого бока у нас располагается Кнопка включения Выключения Микрофон USB И защелочка под крышку Открытие крышки Задняя крышка Пулида у нас глянцевая То есть, качественный такой пластик 13-мегапиксельная камера Antutu показывает 18 Есть вспышка Ну и решеточка для динамика Покажу также, как модель Выглядит под крышкой Очень так тяжело открывается эта крышка Но все же мы посмотрим Так, вот он наш пулит F13 2500 мАч аккумулятор Слот под microSD карточку Стандартная симка большого размера И обрезанная микросим 2 И давайте посмотрим наш смартфон Пулит F13 Стандартно через программу Antutu Так, показывает данная модель Порядка 13-14 тысяч баллов Это стандартное количество баллов Для Full HD дисплея И турбированного MTK6589T Который работает на частоте 1500 МГц Пулит F13 MTK6589 Обращаю ваше внимание на то, что в данной модели Доступно реальных 2 гигабайта оперативной памяти И своей памяти у нее идет 32 гигабайта Камера у данной модели на 13 реальных мегапикселей Тут заявлено 18, это просто цифры Передняя камера у нас 5 мегапикселей Прошивка у нас 4.2 Давайте посмотрим, какие датчики есть Насколько точек у нас дисплей Посмотрим мы это через программку Antutu Tester У нас 5 точек касания Шестая не идет По поводу аккумулятора Я говорил, что 2500 мАч Это немножко неправда, немножко фейк Я с этим согласен Потому что Antutu Tester показывает 553 балла Объясню, что аналогичные модели Примерно с 2000 мАч Такие как Zopa C2, Zopa 980 T-Shell, W8, W8 Beyond У них у всех 2000 мАч И баллы примерно такие же То есть по хорошему, по правде Это 1 день максимальных нагрузок И порядка 2-3 дня в режиме телефон плюс Wi-Fi Датчики, которые есть в данной модели Модель не из дешевых Поэтому ожидаемо для меня, что датчики должны быть практически все То есть тут есть гироскоп Есть датчик освещенности Датчик приближения Есть GPS GPS я сниму отдельно Отрезочек, как работает GPS Сразу в Navitel Есть компас Компас, давайте посмотрим Компас Вроде бы адекватно работает Это радует Так, идем дальше Прошивка у нас русскоязычная Android 4.2 С завода мы их не перепрошиваем Потому что оно и не нужно Прошивки довольно-таки стабильные Качественные Китайского софта здесь нет вообще То есть это только радует Экран Экран отдельная тема Это экран данной модели Экран Full HD дисплей OGS технология Очень тонкий То есть вот эта вот воздушная прослойка Знаменитая уже сейчас Она отсутствует Углы обзора шикарнейшие Цветопередача шикарная У дисплея Давайте продемонстрирую вам Картиночки То есть Ну действительно Изображение очень четкое Очень Большая плотность Точек Поэтому можно наслаждаться Очень яркими Реалистичными цветами Есть очень такая хорошая картинка Вот она Девушка В целом Картинки Ну если яркие картинки То вы сами видите Какое Какое Уровень И отображение Какое качество Изображения Какие углы обзора Шикарные То есть по экрану У меня нет никаких нареканий Более того Я хочу сказать что Никаких засветов Никаких битых пикселей Я наблюдать не могу Вот у меня сейчас полностью Черный экран Темный был Вот он И никаких засветов Ничего подобного нет То есть экраны стоят Очень довольно таки Качественные Ни для кого не секрет Я думаю что Смартфон готов справляться С любыми Самыми всевозможными Программами Готов запускать Фильмы Играть в игры Просматривать Ютуб Ну и давайте посмотрим Основные его возможности Как он с этим справляется Вот например Ютуб Посмотрим наши Мои видео Это потоковое видео С интернета Которое загружается Сразу же автоматически Вот я выставляю данный смартфон На максимальную яркость И вы видите Что это же экран Так идем дальше Посмотрим Как работает наш смартфон С браузерами Обращаю ваше внимание Что рабочие столы У нас В принципе работают хорошо Но иногда Вот Такое есть Небольшое подвисание На открытии Какого-то из столов В принципе Если не быстро их крутить То нормально Все просматривается Браузер Также можно Все это легко Загружать Просматривать Можно читать На сайтах Информацию Необходимую Можно в такой вот Вариации работать Главное Что качество И плотность И четкость Картинки У нас Великолепные Обновляем То есть Ну прогружается Довольно-таки Все быстренько Также Смартфон С легкостью Справляется С Документами Формата PDF И тому подобное Давайте посмотрим Один Вариант Такой Сейчас покажу Вот у нас Запускается PDF файл Запускается Все очень быстро Все можно Масштабировать Увеличивать Просматривать Читать То есть Довольно-таки Комфортно Можно работать Со смартфоном Так как Размер дисплея Я напоминаю 5-5 дюймов Также Давайте посмотрим Возможности Данного Смартфона В современных Играх Смартфона 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 Смартфон 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 Субтитры сделал DimaTorzok В смартфоне заявлена камера на 13 мегапикселей Производителем в Antutu данная камера отображается как 18 мегапиксельная Но это конечно же не правда В принципе как снимает камера меня довольно таки порадовало В интернете читаем много негативных отзывов Но тем не менее я считаю что камера довольно таки хорошо снимает Как видео так и снимки Вот видите что у нас показывает 18 мегапикселей доступно Видео у нас снимает в формате Full HD Ну и давайте посмотрим На качество съемки Очень удобно кстати что можно сделать снимок вот этой вот кнопочкой Качелькой громкости Вот я это вам продемонстрирую Навел фокус Нажал Оно сфоткало нам В целом фотографии получаются довольно таки хорошего уровня Я обязательно эти фотографии вам покажу Они будут находиться по ссылке под видео То есть довольно таки качественные фотографии получаются Вот полотенце вблизи Со всеми его ворсинками То есть качеством съемки я доволен Установлено на соединение со спутниками Что ж давайте подводить итог Смартфон Pullit F13 получился очень таким добротным Надежным С хорошим внешним видом С великолепнейшим дисплеем Который поражает меня Корпус тоже так же не возникает мне никаких противоречий То есть по корпусу я тоже ставлю ему 5 Из минусов Минус это слабый аккумулятор То есть я считаю что для такой модели Можно было что-то поболее придумать Или хотя бы поставить здесь 2500 Реальных Минусом я также считаю цену данной модели Немножко дороговат данный смартфон Но в принципе кому понравился Кто готов отдать 2500 За эту модель То можно смело это делать Так как вы видите Что по дизайну По внешнему виду По дисплею Смартфон великолепен В принципе меня порадовала камера И порадовал комплект С которым поставляется Pullit F13 Будем обязательно будем следить За моделями данного производителя Так как это первый вариант Но в принципе нам понравилось Спасибо за ваше внимание Ставьте нам лайки Подписывайтесь на наш канал Следите за нашими новыми видео Всего доброго вам